Всем доброе утро, друзья! Мы продолжаем смотреть регион Юго-Восточной Азии, второй дивизион и, наверное, самый интересный матч второго дивизиона. Жаль, что начинается так рано, но зато те счастливчики, кто проснулся, в 8 утра по московскому времени насладятся матчем Талон и Нигма Галаксия. Се, Талон команда Флая, Флай перебрался в другой регион и пока дебютный матч оказался провальник, команда Талон 2-1 проиграла. Для меня это стало небольшим удивлением, не до конца было понятно, что Талоны себе представляют. Если вспомнить квалификацию, то первую квалификацию они и вовсе провалили, что уже было удивление. Есть CIS Rejects условные, которые прошлись легко, а Талонам квалификация не сказать, что далась легко, пришлось побороться. За второй слот ребята пробрались, Нигма Галакси Се, второй состав Нигма Галакси, один мы знаем в Европе играет. Миракла тут тоже нет, так что не ищите, есть Миракл, но и он уже никнейм поменял на Мизу. Меня зовут Лексмис, со мной Форс, Никита, доброе утро. Доброе утро. О, ты сколько минут назад проснулся? День, наверное. Я даже не успел сделать кофе. Мне, похоже, придется тебе погромче делать, обычно все, ок, так. Нет, зачем, нет, сейчас я возьму себя в руки, погони. Окей, окей. Ты что думаешь, это что, первый раз, что ли? Я на утренние матчи все время так просыпаюсь, ну потому что как, надо же это там, вечером же надо стримить, раков душить, а с утра вот, как по-другому. Хотя чувствую, в моем возрасте это уже немножко вредно. Но вообще, да, действительно, наверное, это самый интересный матч, который можно будет ждать во втором дивизионе. Это вот, как ты сказал, да, вот то, что мы сейчас смотрим, Нигма Галакси против Талонов. Я не знаю, мне как-то не особо верится, что Талон найдут свою игру этим составом во втором дивизионе. Вчера вот тоже разочаровал тег ЕГЭ в Северной Америке. Пацанов. И не только пацанов. Пишут люди в Твиттере, что это вообще такое, как можно вообще так плохо играть. ЕГЭ там ужас. Вот, но если у ЕГЭ хотя бы, ну, не знаю, я могу себе представить, что Джерекс начнет играть в доту. Я могу себе представить, что он как-то вернет форму. Хотя, если они собирались, хотя, почему они собирались? Они же до Инта вряд ли такой состав собирались собирать, да? Это Нави, которые у нас до Инта еще состав собрали. Должны бы уже как-нибудь-то, ну, все-таки что-то это уметь. Вот, а ЕГЭ наверняка это состав, который собрался вот уже после Инта, когда там Сейв решил, что он больше в Virtus.pro играть не будет. Они с Найтфоллом ушли. И по итогу Найтфолл оказался в ЕГЭ, и Джерекс тоже такой решил камбэкнуть. Хотя, если Джерекс решил камбэкнуть, наверное, форму стоило начать набирать пораньше. Ну, так вот, если в ЕГЭ я еще могу поверить, что они заиграют таким составом, хорошо заиграют, то в Талонов что-то мне прям вообще слабо верится. Я вот посмотрел первую игру, и это было, конечно, это, конечно, было слабенько. Ну, слушай, это реально про многие команды. Это сейчас и про ВП говорят, и про Нави говорят. Мне кажется, надо немножко дать ребятам время. Тем более, они реально по факту встречаются. Вот у них что, предыдущий матч с Polaris, что этот матч, они встречаются самыми прям сильными командами своего дивизиона, по факту с прямыми конкурентами, которые тоже очень хотят пробраться. Не сказать, что тут команды прям намного слабее выглядят. Это такие прям ветераны азиатской сцены. Это команды, которые всегда были близки игроки попадания на тот же Тай. Поэтому я бы не спешил с выводами. Это самое опасное, что делают сейчас наши аналитики все. Это как ситуация, когда мы видим, что Медуза на пятой минуте плохо фармит, и все, ну все, это ГГ, как бы конец. Не понимаю, что надо подождать. Надо посмотреть, помолчать, и потом уже выдать анализ, если реально все настолько плохо. Давай к драфту перейдем. Я вижу СФ и Клок со старта, и намек для меня понятен. Если это вдруг окажется СФ на позиции кэри, то он придет, там, 11-12 душ у него в наличии точно будет. Так что не исключало бы, что СФ пойдет на легкую, и Нигма Галакси Сия доберут себе героя сейчас на мид запросто. Тем более эталоны СФ играют вот этим вот через урон физически, через пассивки на кэри. Но тут уже не будет его. Открыли Фантомку. Фантомка против всего того, что мы видим сверху. Ну да, нам почему нет. Да, в принципе, Спирит Брейкер, мне кажется, особо хорош против Фантомки. Может оказаться. Вот, и он так... Он-то, в общем-то, пикнулся до Фантомки, да? Как я вижу. Дизраптор, Леон Спирит Брейкер, а потом Фантомка. Да, вот Спирит Брейкер может купить шард себе. Вот, и Фантомке сделать немножко неприятно. Ну и в целом у него ультимейт, который работает сквозь БКБ. Он чаржится, его не так-то просто зарезать. Вот поэтому, да, мне Спирит Брейкер кажется очень таким неплохим выбором. Вот, ну, по поводу там Шэдоу Финдов мы уже все рассказали. Вот эти вот кэри Шэдоу Финды. Если это кэри Шэдоу Финд, то это вообще прям беда. Да, Соломит Шэдоу Финд с рейзами и там Реквиемом вот этим вот. Это еще, ну, как бы куда ни словно, он еще там как-то может заиграть гипотетически. Но тут кэри Шэдоу Финд, в него я вообще прям не верю. И мне кажется, что это прям очень плохо. Так, а тут, кстати, Спирит Брейкер-то позиция 3 у нас вообще. Так, если чего. Там, оказывается, что... Что как бы прям хорошо, как мне кажется. Спирит Брейкер позиции 3 сейчас герой очень мощный. Нужно сделать последний бан. Я бы на месте команды Талон забанил бы Кунку. Потому что это герой, который хорошо сочетается в комбинации с Шэдоу Финдом. С Медовым. Вот. Но вообще тут фронтлайнеров достаточно. Можно и подумать. А, Медузу они не забанили. Не, ну Медузу надо банить. Просто, ну, Шэдоу Финд, который, если в физ ДПС будет собираться с Медузой, мне кажется, могут немножко... Не хватить им нюков, так сказать. Хотя почему? Почему им должно не хватить нюков? Вначале. Потом Дизраптора какого-то быстро убивать с Фантомкой. Я бы Медузу банил. Медуза, по-моему, такой герой, против которого лучше не играть. Вот серьезно. Ты можешь набрать бесконечно много героев хороших против Медузы. И Гримстроука, и Шэдоу Демона, и Дарксира какого-то у тебя. Вот что угодно у тебя может быть в пике. Но если враг пикает Медузу, ты никогда не можешь быть уверен, что она не... Ну, просто не нафармит какие-то свои вещи. Это надо прям три... Ну, два лайна из трех выигрывать и прям душить. И появляется Тинкер. То есть это получается у нас кэрри Шэдоу Финд. И соло мид Тинкер. И сейчас Таллоне должны этого соло... Мид Тинкера закрывать. Что есть из хорошего. Шторм Инвокер в банах. Наверное, ничего лучше Зевса я прям не могу придумать. Может, Войт Спир... Не, ну я бы не сказал, что Войт Спирит прям сильно хорош. Против Тинкера. Ну, вообще нормально. Кейпи опять на своей ДПшке будет играть. На которой он уже отыгрывал один раз... Ну, мы говорили, что там это одна сигнатура Кейпи. Классно. Но он так плохо сыграл на ней. Ну, Войт Спирит появился. Не знаю. Слушай, что тебе сказать здесь у Таллонов? У Таллонов стабильный как бы драфт классический. У Нигма, у них Тинкер вот этот вот. Тинкер и Керри Шэдоуфинды. Как тут... Как тут оценить? Мне Керри Шэдоуфинды не нравится, но... Ах, извините. Но Тинкер есть Тинкер. Ничего тут не поделаешь. К сожалению, персонаж, конечно, противный. В общем, давай смотреть. Я думаю, что какие-то предикты я делать не буду. Можно посмотреть, кто фаворит, кто не фаворит. Если ты подскажешь, конечно. Ну, а давай я по-поскому смотрю. Удобно ты придумал. Эффициенты от Inline. Талон 1.47. Нигма Galaxy 2.57. О, как! Получается, у нас прям Талон такие явные фавориты, с чем я категорически не согласен. Категорически. Учитывая, что мы видели по перформансу ребят в предыдущем раунде, не сказал бы, что Талон явный фаворит. Ты уже сказал про Спиритбрейкера, ведь это тоже дополнительная реальная функция. Спиритбрейкер, где что у нас покупает? Аганим, какой-то может быть Штублейд, и дальше Аганим Шард появляется. И все, и Гэби могут зафкусить там за 2-3 секунды. Ноль сейва. Ничего ты не сделаешь. Ну все, ни один герой не работает. Только если Кейпи там какой-то Виндвокер купит себе. А так Фантомку могут сгрызать быстро, чуть ли не за один стан. Незерстрайк, подходит Леон. Туда Клок врывается все это вместе. И Фантомку могут сгрызать мгновенно. Так что, мне кажется, у Нигмы хорошие шансы. Мне тоже кажется, что у Нигмы хорошие шансы. Знаешь, что еще мне, кстати, кажется? Что смотреть ДПС вместе с Хавейл Джолион, экспертом по зрелищным каткам, вот что нужно делать. Если хотите больше узнать, переходите по ссылке под трансляцией. Жестко. Ну да. Не, согласен, кстати. С этим спорить даже тяжело. А че СФ не обузит Хоги? Вы че, парни? Вы че, парни? Все, я бы сразу резко менял пеха. Что за бред? Не, ну это странно. Вы у вас СФ кэри, которые будут играть через пассивки, скорее всего. Да. Не, ну это фиаско. Это фиаско. Киндаль. 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 Это реально очень странно. Опа. Вот это компашка пришла. Рейзы пошли, все ясно. Подкол по всем вообще. Не о чем драться. Не о чем драться. У Тинкера ракетки, а не лазер. Даже тут вообще ничего не сделаешь. Лазер в такой куче был бы даже повкуснее. В итоге спиритбрейкер. Жирнейший спиритбрейкер умирает. Фраг для команды Талон. В итоге я еще больше не понимаю, что происходит. СФ прокачивает рейзы. Но идет на легкую. Ну, видимо, вот такой вот шедофин. То есть это будет СФ как раньше, но при этом на легкой линии. Ладно. Просто когда ты видишь реально два героя со старта СФ Клок, ты понимаешь. Окей. Линия, скорее всего, СФ будет классно. Он там будет иметь под 80 урона и спокойно фармить. И еще и динает, что самое главное. Продолжается битва. Пангольера зацепили. Пангольер. Если еще один рейз, рейзов больше нет. Нажимает фейрик. Панго. И уходит живым. А вот с Леоном ситуация неоднозначная. Сформ долетел. Еще один удар по Леон. Леон дает подкоп. Ну и в итоге спасается Леончик. Битва при этом продолжается. Ракета в Кейпи долетает. Кейпи отступает. Но не забываем, что и Кейпи-то на нижней линии нужно топать. Что он и делает с помощью телепорта. Хайт восстановится на базе. И также прилетит. Но два телепорта ребята потратили. Сейчас очень опасно. Вдруг ты умрешь. Правда, Шадуфинт еще. Он еще и манго на линию не принес. То есть втройне не понимаю. То есть, знаете, такой Шадуфинт он там какие-то манго покупает. Чтобы, ну, рейзи спамить можно было. Ладно. И Нью Дрим нам покажет. Что к чему. Что да как. Приходит сюда и Полосон. Ну, да. Шадуфинт с рейзами, конечно, это что-то новенькое на сейф-линии. Но мне кажется, что это тоже как бы не так уж и плохо. Возможность пушить лайн как-никак у тебя появляется. Нахарасить противника как-то жестко его пробить. Потому что все-таки даже первые рейзы, если ты три рейза попадаешь, они очень много хитпоинтов снимают. Так что будем посмотреть, что там Нью Дрим придумает. И ребята явно со знанием дела так подходят, да? Ну да. Просто это не то, что странно. Если какой-нибудь зайдет человек, который неделю доту не смотрит, что странного, что комментаторы удивляются. Ну да, рейзы. В смысле. Просто мы уже неделю видим мету, когда если карри Шадуфинт, то он обязательно играет через пассивки и плюсы. Поэтому нас это стало удивлять, что он так прям отступает от мета современной. Именно на легкой линии, да. ТП пока фрифарм. Я так смотрю. Гальер гоняет по максимуму Клока. ТП стоит. Сейчас Фейза купит. Регена приходится довозить. Ну а Шадуфинт, я еще раз говорю, у него нет ресурсов восстанавливать ману. Рейзы дорогие. Он два рейза нажимает, все, маны нет. Вот в чем проблема. И, понимаете, в ситуации с мидом, ты можешь пойти потал купить. А потал сейчас, он тебе каждую там минуту спавнит. Любую руну, иди подходи, пополняй. На легкой так не работает. Ребята, тут руны очень далеко. Очень далеко. Так, что у нас на миде? 14 крипов Войт Спирита. Тинкер 10 на 4. Ну, к Тинкеру приходит огромная пачка. Сейчас он должен все ее тут подфармить. Лазер дал. Войт Спирит не может донять какое-то время. И Тинкер блестяще добивает почти всех крипов. Даже рейнджа добивает. Здесь Войт Спирит старался. Не получилось. Все, все классно. Микота пошел на чужую руну. Ну, и Полусон тоже приходит на чужую руну. Ставят здесь вард на тройку на будущие стаки. Для той же Фантомки. Фантомка все же сейчас, если нет Магнуса, играет только через БФ. Хотя вчера я вот краем глаза смотрел игру Тисерджекса. Форсу написал, аж мне трясло. Смотрю, Свен покупает БФ. Но я не досмотрел эту игру, пошел спать. Понял, что ладно, я это не вынесу. Спать не смогу. И так кошмар какой-то. Вроде как карту они по итогу эту проиграли. С Веном. Потом может хотя бы драфт разглянуть. Посмотреть, какая там логика вообще могла быть. Покупать БФ на Свена. Это все понятно. Стакается сплэш и становится больше чем 100% сплэш. Все равно не обычный выбор. Да, это реально очень странно. Это реально очень странно. Так, Синкер у нас берет себе Солд Ринг. Первым слотом после ботла. Пока что у Талонов все просто прекрасно. У них Фантомка на фулл фри фарме. В то время как у Шидау Финда всего лишь 13 скрипов. Микота успевает проконтролить все руны фактически, которые ему нужны. Ну там Полосон забирает руну воды в боте. То есть Синкеру, грубо говоря, не достается никакой руны. Да, и Синкер с пустым ботлом без маны. Только Солд Ринг по факту. Ну Лазер нажмет один, да и все. Ракеты не спамят. А то эти ракеты всегда душат. А теперь ракет в Лакрите никаких нет. Короче, начало пока за талонами. Я так смотрю, мне понятно, что они будут делать. Каждые там 10-20 минута. Тут, конечно, у Нигмы Galaxy S всегда есть Синкер, да? Герой спасения. Если игра пойдет прям не по сценарию, но он может немножко игру задержать. Для своей команды. Спиритбрейкер. Позиции 3. Ну, в принципе, у Мизу пока все более-менее. То есть он не мешает, ему не мешают. И в таком формате идет фарм. Но у Фантомки может быть слишком быстро БФ. Корожен пока не хочет Гэби себе добирать. Видимо, сейчас ПТ-шку. А, ну хотя на колечко можно купить, сходить в магазин, чтобы вообще не париться по ХП. Колечко рукой подать. Стаков много. Если смогут это талоны как-то проконтролить, то было бы классно прийти сюда. Даже с экзорцизмом может каким-то все это профармить. Или с Пангольером, плюс Войт Спирит. Уровень у него хороший. Так, на мид смещается Леон. В принципе, хорошие тайминги. О, как далеко пошел Войт Спирит. Круто. Круто. Чисто байт. Чисто легкий байт. И еще, видите, тут вроде как Леон был прям в сантиметре от Войт Спирита, чтобы дать все кнопки. Но стоял за елочкой. Круто. Идеально забайтили. Чувствовали, что Войт Спирит хочет напасть. Чувствовали, что у Тинкера настолько мало ХП, что Войт Спирит не может на это смотреть. Не дождался как минимум уровня 6. Было бы проще прыгать. Не факт, что Леон бы успел кнопки нажать. И есть фраг. Тинкер берет уровень 6. Улетает на базу. Все. Теперь можно дышать. Уже руны не так нужны. Первая руна появилась. Реген. Для Клока. Весьма полезен. И Полосон контролит и руну баунти. Заметьте, Талон не стакует тройку вообще. В то время как у Нигмы Сия тут настакано от души уже. И СФ по факту. Я думаю, он все зафармит здесь. Большой лагерь. И в принципе камбэк нет. Тинкер зафармит эншитов. Напоминаю, это делается через лазер. Достаточно эффективно. На уровне скорости с фармом Templar Assassin, я бы сказал так. Ну да, там только нужно, чтобы тебе маны хватило. Но раз ты Солринг взял, наверное, тебе маны должно хватать. Я так понимаю. Пока нет ни одной причины думать, что у Талонов эта игра может не пойти. Скажем так. Ну, да, разве что Тинкер такой герой, который может все-таки сделать неприятно. Ну, против Тинкера всегда играть мерзко. Что уж тут говорить. Так, Шадуфинд в боте. Пятый уровень. Кейпи пока что тоже пятый. Ой, ну есть прыжок. Далеко пошло, прям опасно. Все норм. Ребята контролировали ситуацию. И с одной, и с другой стороны. СФ прокачка. 1-3-1 пока наблюдается. Ну и за счет того, что набрал душу, урон руками есть. И дальше, как видите, все равно это такой СФ, которого мы привыкли видеть. Момчик. Со старта. Ну и дальше там Сильвер и Блэкинг Бар. И Сильвер тут тоже, наверное, стоит купить. Не надеяться только на Спирит Брейкера. Понадеяться еще на то, что ты можешь сам выходить. Через Сильвер отыгрывать. Фантомку быстро убивать. А там реально, учитывая, сколько у СФ будет урона руками, можно будет убивать ее достаточно быстро. Пока он не наберет плотность, там, в виде сатаника и подобных предметов. На центр выход от Дизраптора. Рун контроль. Пауэрап в виде невидимости. Не спешит Войт Спирит с каким-то агрессивным предметом, типа Юла. Рвела. То есть мы пока Микота в игре не будем видеть еще какое-то время. Никаких гангов от него. Просто долбежка крипов в миде. Тинкер почти с Блиндайгером. Тинкер сам профармил Большой лес. СФ ничего не оставили. Но при этом Тинкер сразу же апается очень серьезно по золотишку. Догоняет практически Фантомку. Но меня удивляет. Как так получается, что талон ничего не стакует в принципе? Как так выходит-то? Неужели нет ни одного героя, который может пойти по стакать? Неужели Пангольер не может попытаться сделать эти стаки? ДП стояло время достаточно комфортное. Одна. Ну, хорошо. Надеюсь на это. Надеюсь. Смотри, как он спрятался. Может быть и смеет. А, интересно. Ну, он тут ничего не может с этим сделать. Потому что... Ну, как бы с этим пушем вышки. Потому что... Один бедный Панголер уровня 4. Его просто задавили. А врывается Микота на него. В третий, собственно, фраг за 10 минут. Такая очень пассивная игра. У нас получается. Вообще да. Вообще да. Экшена не очень много. Хотя такие герои агрессивные. И казалось бы, у нас есть спиритбрейкер, который играет со статой 0-1-0. Как это вообще возможно? Хочется спросить. Но не хватает. Может быть, если был спиритбрейкер инвокер. Или спиритбрейкер плюс бабка. То была бы линия поактивнее. А так получается спокойствие. Только спокойственное. Спокойственное. Это верхняя линия. Фантомка ушла вниз. И Гэби здесь даст ПТ. Видите, Корожен не дофармливает. Оставляет Лайтстоун, который потом просто дезолятор апнет. Драка на верхней руне. Иллюзии у Микота. Леон воюет до конца. Ну, разменяться. Хотя тингер врывается. Это все резко меняет. Вейтспирит получает лазер, ракетку и умирает. И размены сразу же становятся намного вкуснее. Для Нигмы Галакси Си. Прибегает спиритбрейкер. Вот и он. Вот я забывал. Не видел этого парня. Он напомнил о себе. Легкий фраг на флайе. 3-3 счет. Видите, какой тингер герой неприятный. Как с ним неудобно. И вот, что происходит. Смоук. Сол ринг. Реарм. Лазер. 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 И профармливаются стаки. Когда-то давно. Когда-то очень давно. Очень-очень давно. Маршами тоже так фармили стаки. Еще до изменения всех эншентов. Ну и даже это было не так быстро, как фарм лазером. Честно скажу. Фарм лазером это вообще. Не, ну так видишь, тинкеры же усиливали. То есть, идея того, что мы сейчас видим, это, ну... Пришла в голову человеку, что мол, тинкера никто не пикает в Кэптанзмоде. Надо сделать так, чтобы пикали. И ему сделали вот встроенные травола, фактически. То есть, ему не надо травола фармить. Ему можно сразу нафармить блинк и... И классно. Ну, так что... Ничего удивительного. Удивительно, что тинкер стал лучше. Так, на топе масштабная драка намечается. Пангольер покатился уже. В Клоков катились. Хочется еще найти цели. Видит Леона. Леона раскатывает здесь Пангольер просто на раз-два. Флай больно бьет. Просто Шедуфинт. Руками, естественно, больше ему чего не надо. Лазер долетел. Микот и Микот добили. Пангольера подкопали. Реквиум. Отличный. Выгоняет Диспрофит. Добивает спокойно Пангольера. И можно выбрать удобную позицию. И просто избежать будущей драки под Диспрофит. Которую Экзорцизм отдала. Ну, круто. Круто. Пока Нигма Галакси Сиа. Вот я и говорю про коэффициент от Винлайн. Кто тут фаворит? Ну, глупости. Нет тут никакого фаворита. Все как по игре может пойти. На талон. Почему-то есть все еще уверенность во флая. Есть уверенность, естественно, в Гэби. Гэби, наверное, один из таких самых мощнейших игроков на карьере позиции в Азии. По крайней мере, был последний год. Я бы его отметил. Но в итоге, как видите, Нигма Галакси Сиа пока команду разносит. Талон. И Кота. Что-то тут пока мне вообще не нравится. Он вот пытался, видишь, эти травола купить. И понял, что если он травола купит, то это будет руин. Непонятно, когда он их вынесет. Юла нет. Это предмет ведь не только атакующий, но и защитный, в конце концов. Избежать смерти какой-то. Врыва спиритбрейкера на тебя. Это ведь имба. Нажать Юл. Все. Спиритбрейкер уже ворваться качественно не может. Зато может ворваться на топ. Врыв на Гэби. Далековато. Леон находится. Но Леон еще, может быть, и стоит помочь. Кто знает. Но Леон по вардам. По вардам идет. Гэби все видит. И отступает под башню. На самом-то деле, травола наводит спирити. Можно было как-то... Можно было бы как-нибудь дофармить. Но если он хочет Юл, то в этом нет ничего плохого. В принципе, Юл против спиритбрейкера хорош. Чтобы тинкера ловить хорош. Не, я не спорю. Но если он покупается по таймингам, но Микота начал умирать. И у него вот эти деньги, которые накапливаются, они пропадают. А в случае с Юлом, ты хоть какие-то деньги используешь. Да, у тебя меньше теряется при смертях. Так что да, конечно, Юл травола хороши. Никто не спорит. Но пока мы не видим и Юла до сих пор. 4 900 у спирита. 6 600 у Инкироса. Ну, по стакам я вижу. Прям минимум. Минимум. Два стака эншентов для фантомки. Пришла фантомка пофармить с блюром. Говорит, спасибо. Саппорты от души. Сейчас Флай пытается подстакать. На будущее, видимо, уже БФ. С БФом будут все это кэби фармить, конечно, побыстрее. Войт спирита продолжают душить. Ну, такой тинкер он и хекс может вынести там через слот легко. И тогда Войт спирит без диска уже играть не сможет. Шадуфин пока в тени, я бы сказал. То есть Иннидрима дают просто фарм. Фарми на здоровье. Тинкер создает миллиард пространства. Спирит брейкер создает миллиард пространства. Ну, собственно, для этого это герой и есть. Спирит брейкер, чтобы пространство создавать. По карте противника вечно светить. Вечно появляться там, где противник вынужден приходить, линию толкать. Вот как на топе сейчас даже. Там крипов много. Бангольер, саппорт. Ну, пока свою работу, кстати, хайт выполняет. Мне к нему претензий почти нет. Он и на линии нормально стоял. И в драке нормально разваливал, мы помним, сверху. Опа, опасно. Глимс. Карджа нет. Есть бульдоз. Бульдоз нажать не успевает. И вроде как, хоть как-то отомстят. Талоны еще и Микота забирает фраг, что тоже особенно приятно. Смоук. От Нигмы Galaxy C. Они пытались выйти на тройку. Перед Сфингер. Находит Пангича. Ну, можно Пангича палец зарядить. Почему бы и нет? Ай-яй-яй, не успел. Успел ли он? Врыв. Контратака. Прыгает Гэби. Не хватает ремнанта Ильюла. Но наш миш, ты все подряд. Да, Микота один фраг явно упустил. Юльчик-то был. Можно было одного и второго цеплять спокойно. Микота нужно просыпаться. А то не дело, не дело. Против Тинкера уже столько ошибок допустил. Пока что не получается. Плазочку Пангальяру там выдают. У него есть лопатка. Плазку он там откопал раньше. Ну, с БФом Фантомка, конечно, начинает прокачиваться достаточно крепко. А я тут обратил внимание, что у меня почему-то клавиатура не печатает. У тебя? Она вроде работает, но почему-то не печатает. Ctrl-C, Ctrl-V работает, а вот просто не печатает. Не первый раз. Сейчас переключу. Странно я еду. Ты кому-то что-то хотел написать? Нет, я хотел поставить Нетворса. Нажал на Y, а оно не работает. Я понял. Я удивлен, что ты это решил сделать на 17-й минуте. Что-то по крипам, кстати, интересного. А, но Фантомка... У тебя была своя реальность. Смотрю, Фантомка тут по крипстату-то первая идет. Да, Аппона Твороса только третья. Так, ну... Что, на 16 минут игры. 3000 за Нигма Galaxy Sia. Но есть Фантомка, которая типа потенциально может душить. Но тут мы снова возвращаемся к стадии драфта и понимаем, что Spirit Breaker... Только билд какой-то... Ты вообще не понял. Что за билд? БКБ... Я просто как-то вот так уже настолько привык видеть Аганим, Shadow Blade, Аганим Shard. Странно. Ну ладно. У Spirit Breaker? Да. Ну вообще, да, странно. Реально БКБ купил себе. Тем более тут БКБ-то ему... Ну что, чтобы его не глимпсовали, типа. Во время чарджа, может, чтобы ему глимпс не нажали. Но мне кажется, если ты... Хотя, да, если ты разогнался даже, ударил, там, потом нажал ульт. Если ты это делаешь не в Дизраптора, то он же тебя просто глимпсонет и все. Так, так-то получается. Это опасный руин. Мы один раз видели игру, где Spirit Breaker не купил Аганим Shard. По-моему, тоже противоположный. Не, Аганим Shard-то он, может, купит. Как бы... Тут еще, как бы, рано загадывали. Ему просто реально, может, БКБ нужно вперед. Ну, потому что его могут заеулить, его могут глимпсонуть. Это неприятно. Так, в топ у нас идет чардж на Микота. Битва тут за Вижен настоящий идет. Пытаются игроки эталон подловить пинкера на варде на горе. Ну, фантомки дают максимум пространства. Так-то дезолятор уже подъезжает. Нет, я, чисто говоря, я так на Габи смотрю, становится страшно. Он, может быть, пока очень пассивен. Скоро он в драку ворвется. Ворвется на СФ, ребят. СФ 1260 хп. Под Момчиком за 2 крита умрет. Ну, или за критом плюс 2 удара. Это может быть проблема. Потому что СФ пока вообще не стойкий. Ну, у него только что брони хватает. В остальном это очень тонкий герой. Тут только потеносил и дофармит свой Сэндж. Раз он уже решил, что Сэндж будет брать. В принципе, да, Сэндж, Сатаник. Конечно же, против фантомки тут Алибарду какую-то хотелось бы найти. Но только если спиритбрейкер, а ему слотов слишком много надо и других. Покатился. Пангич. Непонятно куда. В итоге укатывается назад. Продолжают игроки галаксу стакать. Гробул. Прекрасный предмет для СФ. Кэрри. Драгонлайнса, правда, у него нет. Было бы драгонлайнс, было бы, конечно, посимпатичнее. Ну вот, уже получше. Уже получше. С ПТ на силу у СФ почти 2 кхп будет. Допустимо в драке. Фантомка тебя быстро не убьет. Фантомке летит дозелятор. Я думаю, что талоном пора бы уже, наверное, ну что-то нажать. Травелаву и спириты будут. Но какой-то смог нажать, пойти в атаку. Попытаться самим поиграть немножко. С экзорцизмом может там вокруг центральной вышки попробовать поиграть. Но, блин, трудно, трудно, конечно. Вот если центральную вышку пушит, там Тинкеров со временем защищается. В лесу можно попробовать подраться. Да. Пока уж это у Финда реально БКБшки нет, его можно убить. То, что у него там хитпоинтов побольше, это, ну, конечно, классно, но... Так, у нас Флай бежит вардить. Бежит вардить очень нагло. И тут, кажется, сейчас просто все талоны помрут. Покатился Пангич. Все. Как покатился, так и укатился назад. Ну, ладно, отдали Флай. Ничего не потратили, кроме Ролин Тандера. Преимущество у Нигма Галакси перестало расти. Они даже тысячу потеряли. Просто потому, что Фантомка, конечно, фармит побыстрее, чем СФ. Видите, СФ тут один лагерь пинает, секунд пять. У Фантомки две секунды, и Гэби прыгает дальше. На следующий. Баун. Ну, пока опасность реально только Гэби, наверное, представляет такую прям большую, да? Что вот он очень много фармит. И все-таки... Все-таки Кэри Фантомка, она, наверное, как-то понадежнее, чем Кэри Шедуфинт выглядит. Как ни посмотри, вот с какой стороны ни глянь. Все равно Кэри Фантомка как-то поинтереснее. Книжка у нас для Тинкера, что тоже вполне логично. Ему как можно... Скорее нужно апнуть уровень 18. Ну, и талант у нее тоже сильный. Но, в первую очередь, ради ультимейта третьего. Опа, Курьера увидели. Молк развеян. Парни уже без смолка идут. Ну, просто решили тройку захватить. И более того. На Рошана пойти, нажать экзорцизм. Просто бить по Рошану. Не знаю. Ну, видимо, идут. Да, Гэби идет. Там нашли, кстати говоря, цель. Жирную. Минус Клок. Клок вот в таких вот драках, вот чуть ли не центральная фигура. Именно в Рошпит ворваться. Сразу же твоя команда присоединяется. Противник пока дезориентирован. Этого не будет. Без Клока, ну, тяжеловато будет. Скан есть. Классно, талоны. Вот прям прочувствовали моменты. У них, может быть, не идеальный был ганг. Опа, Леон прыгнул. Ну, слушайте. Правда, прыжок был... Он даже ничего не выложил. То есть, он вроде как прыгнул, но он даже веточку не выложил. То есть, Айгис бы забрать не смог никак. Минус Леон. Фантомка теперь с Айгисом. Блэкинг Бар Фантомка не нажимает. Все. Хэпи здесь четко сделал. Решил рискнуть. Риск оправдался. Снизу атака от Мизу. Незер страйк по Кейпи. Кейпи. Есть и фон. Но нет Юлы, нет Блэкинг Бара. Статик Шторм. Тинкера закрыли. Как он прилетел-то? И Флай это четко видит. Контролит. Глимсует еще и Спирит Брейкера назад. Он пытается уйти. Его не отпускают или отпускают? А, но он на крипов. Он на крипов полетел. Бульдоз вот-вот закончится. Замедление от Даггера работает. Свэш Бакл. Шэдоу Блэйд. Дастами тут же просветили. Прыжок от Хайда. И минус. Сколько тут? Минус 4 по факту делает игроки Талон за минуту последнюю. Убили Клока, Леона, Тинкера и Спирит Брейкера. И Тинкера подловили впервые за карту. Там стрик с него сняли мощный. Ну да. И Фантомка почти все лутает. Семь сотен золота. Гэби только зарабатывает. И по факту после драки у Рошана, драки на боте, он уже Дезолятор почти купил. Меньше тысячи остается. Где СФ-кэрри, вопрос. Он тут будет выходить. Пока что не тут. Вот в этом его проблема. Понимаешь, на этого кэрри СФа как ни посмотри, вот всегда найдется у него какое-то оправдание, почему его нет. Любой герой. Урса может Рошана забрать. А Фантомка, вот она быстро фармит. А Антимаг может прийти в драку моновоидом каких-нибудь героев убить. А у Врейскинга вторая жизнь есть. Там, у Свена сплэш, он тоже быстро фармит. Там, Террорблейд иллюзиями сплитит. Сильный влейти, у него Сандрис. А вот у СФа, какой у него... Какой у него плюс относительно других героев? Да я вообще не могу назвать такого плюса. Ну чем он лучше любого персонажа? Даунранжовый. Да, у него много атаки в начале. Ну блин, у Урса тоже много атаки в начале. Вот у него единственный плюс, это минус арморная аура по зданиям. Так блин, можно сделать четверку Финдая. Не знаю, или пятерку Финдая сделать. Ну что, если тебе чисто ради этой ауры. Не надо, дядя. Не надо. Я знаю, что не надо. Но я просто не понимаю. Типа вот эту... Да, вот он играет типа 3-0-0. Но, казалось бы, в ситуации, где у Нигма Галакси прям совсем все должно быть круто. Из-за отсутствия вот этого вот Керри Финдая. Ну, из-за присутствия этого Керри Финдая. Ну что, вот, ну что. Ча, ща, ща, ща. Ща. То есть... Ну, понятно, Форс, понятно. Мы же все видим прекрасно. Мы смотрим за этим минус армором. У нас с тобой Керри Финд вообще выиграл хоть одну игру? Слушай, ну у меня точно выигрывало. Я смотрел. Один раз было дело, да. Мне даже интересно, какой вот у него... Ну... Какой вот у него винрейт именно. Можно было бы зайти там на дотабаф посмотреть, но... Но, наверное, не. Слушай, на конкретно такого, что Керри Финдая, думаю, там стату надо прям долго будет искать. То есть, да, вот именно, чтобы сейфлейн был там... Сейфлейн через плюсики, рейс в один. В нашем случае. Да, то есть преимущество Нигмы Галакси Сия было в какой-то момент. 3000 там на 10-й минуте, это очень много. Это реально много. И как-то не получилось никак его использовать. Почему Фантомка не умирает за игру вообще ни разу? Ну, как это так? Тем более с Тинкером. Почему нет? Гримсует у нас. Сперед брейкера он нажимает БКБ. Странно, что он не нажал БКБ до того, как его гримсонуло. Сейчас он просто умир от сплэша. Пытался уйтануть в Гэбби. И получил... Ну, там... Кого она там убила? Она изначально... По-моему, Леона била, да? И он просто умир от сплэша. Ну, тикость. Финд... Чтобы БКБ нажал, тоже просто склеился. Не знаю. Ну, кстати, под Блэкинг Баром и под защитой Тинкера прям бессмертно было. Так смотрю, Фантомка бьет. Но, с другой стороны, он просто убегал. Он не пытался даже драться. Он понимал, что он Гэбби не убьет. Там еще и Аегис. То есть, вообще бессмысленно пытаться что-то делать. Не знаю, мне и спирит брейкер с БКБ все равно не нравится. Ну, взял бы... Уже об Аганим бы взял. Это те же деньги. Другая дота была бы. А так сейчас он хочет Аганим купить. Аганим шарт вообще непонятно. Лучше уж тогда Аганим шарт, чем старить. Вот реально, если прям смотреть. Нет. На вещи реально. Если сейчас, то да. А потом уже Аганим пытаться купить. Если он будет по-другому, то что, мы Аганим шарт увидим на 35-й или когда это будет? Там Фантомка уже выйдет и ей будет наплевать. На то, что у нее пассивку дропают. Да не то, что ей прям наплевать, конечно, но... Там же, ну, что-то там криты тоже, по идее, не должны работать, но... Вообще, да, ты прав. Конечно, это надо пораньше делать. Просто к 35-й минуте, если вот, как ты говоришь, он купит Аганим шарт плюс Аганим, то я боюсь, что Фантомка уже будет тебе трон ломать, если еще нет ломает. Снизу спирит брейкер. Телепорт нажимает, но башу пока нет. У башки, и башки здесь нет, поэтому спасается. Да, это спирит брейкер. Но это не то, что хочется видеть под тройки Ратрума. Аганим у Фантомки, аганим у Эдспирита, да, это жестко. Хотя, ребята, уже нет Аегиса, но зато такие предметы. Фантомка 18 тысяч нетворса. СФ 13 тысяч нетворса. Флай видит Клока. Флай пытается, может быть, еще кого-то найти. Есть прыжок на СФ. Если Глимсом дотянуться, то они и Дрим вынуждены будут отдать БКБ, но не может. Не может Хайт подловить СФа даже на Блэкинг Бар. Убили Клока. Потратили Роллин Тандер и больше ничего. Что там по Тинкеру новенького, кстати? Тоже БКБ хочет купить себе. Ну, понятно. Тинкер опасается Глимса, я думаю, в большей степени. Или Пангольера, который вкатывается по деревьям и тебя просто находит, убивает с Аганим Шардом, тем более с Блинк Дайгером. Опа! Леончика подловили. Ремнант. У, Эдспирита Аганим, поэтому Леон ничего нажать не может. Никаким образом. Только Шэдоу Малет. Так, Гэби. Гэби. Видите, спиртбрейкер. Спиртбрейкер пытается ультануть. Нажимает БКБ. БКБ от Фантомки в ответ. Фукшот, врыв на Фантомку. Фантомка. Ну, слушайте, больно. Больно. СФ-то, конечно, полупил под БКБ, под защитой Тинкера. Хайда. Ракеты добили. Реквиум. Успел Вейдспирит. Это был бы взрыв Вейдспирита. Совершенно точно. Он бы там не пережил урон. Добивают Полоса на КП. Где-то в стороне от активной фазы драки. И 3 в 1. Ну, 2 в 1. Леона убили в другой стороне. 2 в 1. Драка. Фантомке было больно. Да. Гэби не хватает дополнительного контроля. Чтобы СФ не мог реквиум нажимать. Не будет реквиума за счет Баши. Это факт. Так что ждем от Гэби Баши. Туника. Оу. Прикольно. Туника и Сливер. На выбор прям. Бери, что хочешь. Два вкусных слота. Взял Сливер. Дизраптор. Снова пошел Флайс делать вижн в своей команде. И снова его тут очень быстро принимают. Фантомка. Фантомка. Второй Рошан может скоро заспауниться. В принципе, талоны... Ой, полторы минуты. Ну ладно, хорошо. К тому моменту Башар как раз можно добить будет. Фантомки. Рошане тяжеловато будет сражаться, конечно, против Пангольера, который будет кататься там везде. У Тинкера БКБшка, кстати, свеженькая. Да, да, свеженькая БКБшка. Теперь Пангольера его не сможет так легко дизейблить. Да и Войт Спирит тоже не сможет его так легко дизейблить. Да и ребята просто вокруг Рошана уже идут отыгрывать, но он заспауниться не очень скоро. Тинкер сплитпушит. Как может. Так, а что до Финта у нас что? МКБ, что ли, уже купил? Двух. Похоже, да. Не-не-не-не-не-не. А что он купил? Он просто сатаник представил. Просто я смотрю, что у него было МКБ. Я подумал, вот Финт придет в драку, нажмет БКБ, там как-то Спиритбрекер въедет в Фантомку, там ультанет в нее, и Финт как бы ее сможет с Манки Кинг Варом, ну, убить. Ну, на самом деле, реально сможет. Если Фантомку задизейблить, Финт бьет быстро, и Финт бьет больно. Но он решил, что лучше сатай, ну, окей. Ну, потому что Спиритбрекер взял Аганим Шард, и расчет на то, что 4 секунды хватит. Ну, в принципе, это тоже факт. 4 секунды хватит убить Фантомку. Если ее прям будут держать в этом контроле, и она не будет бегать по драке, то почему бы и нет. Но пока вот такой вот врыв. И секс. Торейки. Кейпи прыгает, дает Сайленс. Фантомка с ДД нажимает БКБ, и пора разносить. Все здесь! Врыв от Спиритбрекера. Гэби с ДД будут продолжать бить. Как же больно. Там еще и духи работают. Все это по Дауро Дезолятору. Врыв от Клока. Еще немного, и можно убить Гэби. Гэби уходит из драки. Леон с Фингером. Фингером дотянулся! Добил Фантомку, но 3 байбека. 3 байбека! Статик Шторм, Пангольер. Ну, в размен на Клока пойдет. Статик Шторм, хоть что-то здесь делает. Леону в Шэдоу Мулейте под Дастами. Но за ним уже погони никакой нет. Флай ставит Кенетик под себя. Тинкер прыгает дальше. Поднимает Тинкера Вью. За Флайем Погоня будет. Лазер. Еще один Блинк. Классный Глимс Флай. Сделал круто, но все равно его ракета догнала. Минус 4. В размен на... Сколько? 4 героя тоже погибло у команды Нигмы Галакси. Клок с дайбека. Экономические Нигмы Галакси Се. Ну, если они заберут Рошана... Супер. Нормально. То есть, это все равно прям печально, но сойдет. SF все-таки не байбекался в конце-то концов. Тинкер тоже. Два Кора живы. И после драки они очень много заработали. Они идут бить Рошана. Ну, похоже на то, что это Аегис. И Аганим Шарт. Для Нигмы. Маленький Рошан. Прикол. Расклучилось нормально, да. Там как раз тоже Шарт, который забирает себе Шэдоу Финт. Две дополнительные души за убийство. И главное, что критовать можно с перезарядкой в 3 секунды. Это прикольная тема, да. Чисто... Идея Пут. Сэфа физического, конечно. Но надо одну душу отдать ради этого критам. Не хватает Фантомки, честно говоря, Сатаника. Эйбис, это, конечно, классно. Но мы видим, что Фантомка врывается в драку. Если она затягивается. ХП стоит мало. Восстановить нечем. Здоровью вообще нечем. И ты оказываешься в ловушке на центре. Масштабная драка. Убили Клока. И... Энигмы не хотят больше здесь никакую масштабную драку устраивать. Просто убегают прочь. С этим несогласный талон. Пытаются здесь кого-то отыскать. Но все, все далеко уже слишком. Все ушли. Уходят Спирит Брейкер. Через Шэдоу Блейд. Кэби. С Вардом. Хочет Вард глубоко поставить под базу противника. Ой, баш. На Леона. Атака. Ребята понимают, что герой с байбэком. Шэдоу Финт. Роллин Тандер работает. Бесконечный дизейбл. Блэкинг Бар отдаёт. Енио Дрим. Вкатывает Спирит Брейкер. Убили. Быстро Дизраптора. Врыв на Фантом Ассасин. Фантом Ассасин можно просто разорвать. Четыре секунды. Брейка этого хватает. Трипл килл для Тинкера. Не хватает Фантомки Сатаника. Ну нет стойкости просто. Ты не можешь вернуться в драку. Две тысячи. Всё. Ты крип. Минус четыре. Получается, Шэдоу Финт заиграл? Ну, то хорошо. Скажем. Хотя я сказал, что тут Спирит Брейкер, конечно, с ультимейтом, Аганим Шардом и Тинкером. Давай даже по урону посмотрим. Ну да, да. Тинкер пять тысяч урона. У Спирит Брейкера урона почти столько, сколько у СФ, если так приглядеться. Не знаю. Не знаю. Я так... Аганим у Фантомки. Не, прикольный предмет, конечно. Но нужен ли он здесь настолько рано? Когда у тебя есть Сатаники в наличии. Там, не знаю, Скади какие-то. Ну, хоть что-то на стойкость взять для начала. Ну, нет стойкости. Нет её. Сф с Айгисом. Сф с Аурой. С фаром уже. Сф с Аурой. И он ломает строение очень быстро. Сф под флаской и под защитой тикера вообще урон не получает от башни. Прикол. Реально не получает урона. Клок пытался ворваться. Не получилось. Фантомка ещё 15 секунд вне игры. И упал мид у команды Талон. За 2 минуты, пока Айгис присутствует, можно ещё 2 вышки все поломать. Без проблем. Без каких-либо проблем, да. Этим, скорее всего, и займутся сейчас ребята. Да, правда, телепортируется войс перед. Неужели хотят драться? Окей. Напали на Леона. Леона быстро забрали. Надо ещё. Мало, как говорится. Не видно ничего. Ребята, естественно, никакого обзора нет. Ну, хотя бы не отдали Т2. Да, Айгис минута 25. Я не думаю, что получится Нигме ещё его разыграть. Спиритбрейкер. Ну всё, нафармил джентльменский набор. Гоним Шадоублейд, а гоним Шард. Ну ещё и Блэкинбар тут оказался неподалёку. Теперь всё. Вопросов больше к Мизу. Он же когда-то Меракл. К нему нет вопросов. Айпи. Айпи. Лотус, БКБ, Блинк. Какая вот ТП? Ни рыбы, ни мяса, я бы сказал. Вот про эту диспрофит. Врыв на Фантомку. Подходит спиритбрейкер. Гэби нажимает БКБ и умирает. Слишком жёстко работает Незерстрайк с Аганим Шардом. Реально, Аганим Шард купил, так поменялась драка. Так стало легко. Баратрум имба. И не контрится. Ну и тинкер тоже имба, да. Зачаржили ещё уйд спирита. А, нет, не уйд. Просто в крипа. Ворвался. Спиритбрейкер. Ну что, надо, наверное, вторую сторону идти ломать. По боту идти. Ну да, так-то тут получается, что два контроля на БКБ Фантомки. Ульт спиритбрейкера, ульт Клокверка. А, собственно, даже если ты БКБ не нажимаешь, то тебя там тинкер может убить. Такая проблемная ситуация сейчас. Надо как-то первыми напасть. Ну вот отсутствие нормального, хорошего, стабильного хардера для команды Толу. Налютно. И предмет так и получилось. Я говорю, какой-то виндбокер, может быть, какая-то линька, что-то вот такое. Линька против спиритбрейкера, мы знаем, мастхайп предмет, его здесь нет. Чтоб хоть как-то Фантомку спасать. Фантомке ноль помощи. Она одна в драке. Братрум просто ультует в катающегося пангальера и убивает его. Да, Хайт, видимо, настолько был уверен, что его не убьют. Что катался так агрессивно. Минус вторая линия. Комментаторы готовы переобуваться, так сказать, максимально быстро. Я по-прежнему считаю... А что, было бы, например, Урса в этой игре? Например. Что, по-другому, что ли, было бы? Вот. Ну, по-моему, было бы только жестче. Вот я тебе так скажу. Вот если бы Урса было бы... В этой катке. Ну ладно, там, может, на линии больше было бы проблем. Потому что кэрри Шидоуфинт, он все-таки ранжевик. Урса милишник. Кэрри Шидоуфинт, он ранжевик. И ему, как бы, конкретно против ДП, ему, наверное, попроще стоять. Вот. Но, типа, в целом, вот если взять вот игру... Там, любого героя на место Шидоуфинта поставь, и мне кажется, что было бы не сильно труднее. Было бы просто немножко по-другому, наверное. Надо было бы играть, но... Вполне нормальная выигрываемая игра. Точно так же можно было бы чаршиться Фантомку. Точно так же можно было бы ультовать в нее с Аганим Шардом. Спирит Брейкеру. И точно так же Фантомка бы умирала от рук только другого героя. Дабл дэмэдж. Находит Шидоуфинт. Приятно. Есть Боттл для того, чтобы этот дабл дэмэдж немножечко сохранить. Рошан у нас следующий может появиться через минуту. И это, конечно, могут понимать у нас Нигма Галакси. Без каких-то проблем могут просто этого Рошана дождаться. Я не думаю, что талоны могут прям выйти помешать. ДП вообще прям потерялось. Вот просто нет КП в этой игре. Вот последние минут 10. Не знаю, по-моему, это такой полуклассический КП, которого мы привыкли видеть последние несколько лет. Да, да, да. Ну, это потому что вот его специфический пул персонажей. Вот такой вот. Там какая-то вот эта вот оффлейн нага, оффлейн ДПшка, которые вот просто, откровенно говоря, не работают. Ну, в нормальных играх, когда вот у соперника есть Марс, а у тебя оффлейн ДП. Ну, классно там. Прыгнул Марс каждый, там, 15 секунд, там, каждый 20 секунд прыгает, просто копьем те герои цепляет, а ДПшка может вот подойти, присифониться, зато ты ее не убьешь быстро. Ну, классно. Это, 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 это забавно. Так, Клокер, подцепили его, срабатывает Айон Диск, его еулят, Кинетик ставится, врывается с БКБшкой Микота и начинает, что-то, врывается КП. Ой-ой-ой, СФ, СДТ, просто шарик за три удара уничтожил, бьет также КП, КП, уходит, убивает Леона, два байбека уже, рыв на КП и снова, даже без СФа. Друзья, даже без СФа его убивает, там, Спиртбрейкер урона ввалил, Тинкер закрепил лодорочками, ракетками. И, ну, минус пять намечаются, похоже. Погоня за Микота и Микота в фингер-офф-дес. Команда Талон, наверное, сейчас флайс скажет, ладно, парни, наигрались, Дотум. Пантомка не успела даже БКБ нажать. Там реально, если посмотреть файт-река, ну ладно, Шедуфин 500 урон, как бы тоже унес нормально. Много, пошли массовые байбеки, но Войт Спирита нет, Пангольера нет. Наверное, надо давить. МКБ появляется у Финда, все, ему теперь не важно, будет ли ультимейт от Спиритбрейкера по фантомке или нет, кипи. Прыгает под Лотусом, Сифонница сразу же убегает, ничего не может сделать, Тинкер заспамливает. И это мега-крипы, да. Мега-крипы. Можно уйти, нет смысла сейчас давить трон. Ну, парни могут хоть от Рошана отыграть, тем более он уже вот-вот появится и примерно понимают, это игроки Нима и Галакси Сиа. Вот вам и коэффициенты от Финдлайна, вот вам и Нигма, Галакси Сиа, аутсайдер с коэффициентом больше двух. Пожалуйста. Ну, не, вот если сейчас талоны 2-0 здесь проиграют, вот тогда у меня уже будут реально вопросики, тут уже не случайность какая-то. И пока мы смотрим по игре, ну не знаю, в какой-то момент команда теряется. С профит, как ты говоришь, там была полезная, все, теперь польза 0. Фантомка не может ничего сделать. Она вот купила баш минут 10 назад, ничего не появляется, ничего не появляется. Там ни из какие сатаники, естественно, ничего не будет. Денег нет. Видит спиритбрейкера. Спиритбрейкер с рефрешем? Ну, почему бы нет? Почему бы нет? Два бульдоза подряд нажал. Флайя убил. Два блэкингбара, еще ультимейт в запасе. Сейчас, может, здесь кого-то найдут. Кейпи пытается найти. Кейпи находит. Гэби рядом, Гэби прыгает. Но для Гэби это фатально. Для Гэби это должно быть фатально. Да, 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 да. Телепорта нет. Гэби воюет до конца, но он один. Его зажали бутербродом со всех сторон. И Флай пишет. Гуд гейм. Победа команды Нигмы Галакси Сиан на первой карте. Талоны имели преимущество. Имели хорошее преимущество до 30-й минуты. Где-то там тысяч 6-7 у них было. Но не смогли это ни во что закрепить. И по факту только спиритбрейкер купила Гаримшард. Ребята качественно ворвались. И Фантомка не поняла, почему она со стана не успела выйти и умерла. Все произошло слишком быстро. Да, вообще ничего не получалось. Давай, наверное, прервемся. Мне надо быстренько успеть комп перезагрузить. Потому что мне очень тяжело без клавиатуры почему-то комментировать. Да, да, окей. Давай, давай. Все. А у нас пауза будет минуток 10, друзья. Очень быстро. Поэтому ждем вас на второй карте. Далеко не уходите. Берите чай, кофе и ждем вас на трансляции. Продолжение следует.